Привет, друзья! Вы на канале Flora Info. Розы поражают своим разнообразием видов и форм, от миниатюрных розочек до больших плетистых сортов. И прежде чем покупать один из сортов, следует лучше изучить специфику каждого вида. В сегодняшнем видео я ознакомлю вас со следующими сортами чайно-гибридных роз. Pink Ohara. Сорт розы имеет большие полумахровые или махровые цветки диаметром около 8-10 см. Окраска цветков нежно-розовая с намеком на персиковый оттенок, что придает им особую романтичность и нежность. Листья розы темно-зеленые, блестящие и обладают хорошей стойкостью к заболеваниям. Pink Ohara формирует компактный и густой куст среднего размера. Обычно высота куста составляет около 60-80 см, а ширина примерно 50-60 см. Один из главных привлекательных моментов этого сорта – прекрасный сладкий аромат с легкими фруктовыми нотками. Данная роза цветет обильно и продолжительно. Обычно цветение начинается в начале лета и продолжается до поздней осени или первых заморозков. Однако конкретный период цветения может немного варьировать в зависимости от климатических условий и ухода за розой. Относительно морозостойкости, чайно-гибридная роза Pink Ohara обычно достаточно хорошо переносит умеренные морозы. Она может выживать при температурах до 10 градусов или чуть ниже, но при более сильных морозах ей потребуется дополнительная защита. В холодное время года куст рекомендуется укрыть. Омаж о Барбара. Благородная, роскошная аристократка. Ее декоративность никого не оставит равнодушным. Гофрированные лепестки играют насыщенно красными, бордовыми, черными оттенками. Лепестки плотные, на солнце и дождь не реагируют. Цветы крупные, махровые. Размер цветка 10-11 сантиметров. Цветет очень обильно. Куст густой, компактный и округлый. Листья матовые, темно-зеленые. Роза некапризная. Высокая устойчивость к заболеваниям по розам и дождям. Комтесса. Относится к розам ностальгического типа. Густомахровые старомодные формы цветки имеют изысканный благородный пастельный бело-желто-сливочный цвет. Роза показывает наилучшие декоративные свойства. Обильное продолжительное цветение. Насыщенный утонченный аромат. Стойкость к солнцу и дождю. Компактность куста. Высота куста 80-100 сантиметров. Ширина 60 сантиметров. Куст прямостоячий, пышный. Листья глянцевые, темно-зеленые. Размер цветка 10-12 сантиметров. Цветение обильное, повторное. Выносливость выше среднего к заболеваниям и высокая к морозам и дождям. Юбилей кардеса. Относительно новый сорт розы, который прекрасно зарекомендовал себя по декоративности и стойкости к заболеваниям. Великолепные, огромные, густомахровые, плотно набитые цветки размером 12-15 сантиметров. Старомодной шаровидной формы. Лепестки кремово-желтые с розовым напылением румянца. Цветок держится очень долго, больше 10 дней. Отличается хорошим здоровьем, устойчивостью к дождю и солнцу. Самоочищающаяся. Зимует хорошо без укрытия. Куст прямостоячий, сильный. Постоянно гонит побеги. Размеры куста 100-120 сантиметров высоту и 60 сантиметров ширину. Аромат умеренный, с нотками персика. Дам де Шенонсо. Восхищает своей элегантностью и изысканностью. Большие 10 сантиметров пиановидные густомахровые цветки раскрываются в широкую чашу. Цвет вобрал в себя много оттенков теплого розового, абрикосового и оранжевого тона. Дам де Шенонсо обладает отличным, очень интенсивным ароматом, в котором можно почувствовать нотки апельсина, аниса, нарцисса, листьев и фруктов. Цветки прекрасны от бутона до полного упадка. Отлично выдерживают жару и дождь. Цветет обильно и повторно. Куст сильный, ветвистый, высотой 80-100 сантиметров, шириной 65 сантиметров. Листья крупные, пышные, полуглянцевые, очень устойчивы к заболеваниям, сорт морозостойкий. Майнцер Фастнахт. Цветки крупные, 10-11 сантиметров в диаметре, махровые, медленно раскрываются из больших элегантных бутонов и красивы даже полностью раскрывшись. Имеют сиреневую окраску, на солнце приобретают более голубой оттенок, а в тени малиновый. Бутон фиолетовый. Обычно они появляются по одному на длинных сильных стеблях и хороши для срезки, так как долго стоят в воде. Аромат розы Майнцер приятный, насыщенный, с легкими нотками цитрусов и розового масла. Сохраняется в течение всего сезона. Цветение обильное, повторное, весь сезон до морозов. Куст компактный, 70-100 сантиметров в высоту и 70-80 сантиметров в ширину. Прямостоячий, сильнорослый, хорошо облиственный. Побеги крепкие, с небольшими шипами. Листья зеленые, матовые. Устойчивость к морозам высокая, к болезням выше средней. Возможно поражение черной пятнистостью. Требуются профилактические обработки. Предпочитают легкую полутень. Парфюм де Либерти. Удивительная окраска светящегося розового цвета с лавандовым оттенком. Эти махровые цветки прекрасно смотрятся на всех стадиях распуска. Сначала на стеблях появляются удлиненные бутоны, а затем цветки диаметром 12-13 сантиметров. Махровые, 50 лепестков, чашевидной формы. Осенью окраска цветков более темная. Аромат дамасской розы насыщенный, очень сильный. Даже один цветок способен наполнить комнату своим ароматом. Листья пышные, чистые, зеленые, матовые. Очень устойчивы к заболеваниям. Кусты прямые, густые, высотой 120-150 сантиметров. Цветоносы длинные, в нижней части колючие. Цветение повторное, в течение сезона. Хорошая стойкость к дождю. Шпильварк. Бутоны крупные, заостренные. Цветки абрикосово-кремовые, с красным налетом и розовыми краями. Чашевидные, с высоким центром. Махровые, 10-12 сантиметров в диаметре. Имеют насыщенный аромат. Кусты компактные, высотой 100-110 сантиметров. Листья темно-зеленые, глянцевые, с высокой устойчивостью к заболеваниям. Цветет обильно и повторно. Хорошо переносит дождь и летнюю жару. Морозостойкий сорт. Лимбо. Очень необычная, красивая роза. Отличается растение, необычная краска лепестков. Цветки имеют желтую окраску с зеленым или оливковым оттенком. За розой сорта Лимбо прикрепился титул зеленый, так как у этой категории ей практически нет равных. Бутоны конусообразные лепестки с вистончатым краем. В период распуска слегка волнистые лепесточки образуют своеобразную чашу диаметром около 9 сантиметров. Количество лепестков около 47 штук. Распустившаяся роза Лимбо выделяет приятный нежный, но слабый аромат. Кусты компактные, высотой около 80 сантиметров, шириной 60 сантиметров. С прямыми побегами, практически лишенными шипов. Листья крупные, глянцевые. Устойчивость к болезням и морозам средняя. Циркус. Замечательная чайно-гибридная роза. Бутоны вытянутые. Цветки крупные, 7-8 сантиметров. Махровые. 35-45 штук волнистых по краю лепестков. Округлой формы. Медно-желтого цвета в центре. По краю лепестка розово-лососевая. В конце цветения усиливается красный тон. Появляются в кистях от 3 до 11 штук. Аромат легкий, слегка душистый. Цветение обильное, продолжительное в течение всего сезона. Куст средне-высокий, высотой около 80 сантиметров и шириной до 100 сантиметров. Прямой и густой. Листья темно-зеленые с бронзой, глянцевые. Шипов мало. Сорт легок в выращивании, хорошо выдерживает дождь и солнце. Устойчивость к заболеваниям и морозам выше средней. Гиннес. Замечательный сорт розы с очень интересной окраской. Роза бекалор. Лепестки внутри коричнево-терракотовые, снаружи белесые. Цветок бокаловидной формы 8-10 сантиметров в диаметре. Густо махровый, состоит из плотных лепестков, что увеличивает продолжительность жизни отдельного цветка как на кусте, так и в срезке. Аромат легкий, едва уловимый. Цветение обильное, повторное. Куст компактный, прямостоячий, высотой 65-90 сантиметров. Листья кожистые, с блеском. Цветок держит дождь. Устойчивость к болезням и морозам высокая. Вояж. Пиановидная роза привлечет внимание своими набитыми, квадрированными цветами и займет достойное место в розарии. Нежно-розовые, крупные, полные, от 26 до 40 лепестков цветки, зацветают одиночно на крепких прямых побегах и на протяжении всего сезона цветут обильно и непрерывно. Хорошо переносят дожди и жару. Аромат приятный и легкий, ненавязчивый. Куст не капризный, густой, быстро нарастает до 100 сантиметров и весь украшен плотной ярко-зеленой полуматовой листвой. Цветение обильное, повторное. Устойчивость к морозам и заболеваниям выше средней. Амур де Молен. Красочная роза способна удовлетворить самый изысканный вкус цветовода и флориста. Цветки крупные, до 15 сантиметров в диаметре, махровые, 100-130 лепестков, чашевидной формы, теплого лососево-розового цвета. В бутоне цветок раскрывается медленно и в полном распуске держится довольно долго, больше недели. На солнце приобретает розовый оттенок. Цветки расположены на стеблях от 1 до 3 штук. Аромат сильный, классический. Цветение длинное и повторное. Куст прямостоячий, высотой 100-110 сантиметров, шириной 50-60 сантиметров. Аккуратный. Листья крупные, темно-зеленого цвета. Цветение обильное, повторное. Устойчивость к болезням и морозам высокая. Лив Тайлер. Привлекает внимание в любом саду. В полуроспуске цветок светло-персиковый. Раскрываясь, внутренняя сторона лепестка играет оттенками цикламена розового и желто-абрикосового, запоминающегося каждому. Цветки 11-12 сантиметров в диаметре, чашевидная, махровая, 80-85 лепестков. Плотные, выполненные в романтическом стиле, расположенные на крепких цветоносах одиночно или небольшими кистями. Цветение очень обильное, повторное, не страдает от дождя, долго держится на кусте, а длинные крепкие побеги делают ее очень подходящей для срезки. Аромат фруктовый, напоминающий спелый абрикос, заслуживает особого внимания. Куст 90-100 сантиметров в высоту и около 70 сантиметров в ширину. Сильно рослый, с крепкими прямостоячими побегами. Компактный. Листья светло-зеленые, средние, полуглянцевые. Устойчивость к заболеваниям средняя. В неблагоприятные дождевые периоды требует профилактических обработок. Обязательно санитарная обрезка. Зимостойкость высокая. Травиата. Чайно-гибридная роза с шармом старинных роз из серии романтика. Цветок большой, 10-14 сантиметров в диаметре, густо махровый, с плотно усаженными бархатными лепестками. Окрашен в малиново-красный цвет. С возрастом цветки теряют свою яркость и выгорают до малиновых. Аромат у розы легкий, фруктовый, с ярко выраженными нотками чернослива. Цветки располагаются в одиночку или в соцветиях по 4 штуки. Цветение розы длительное, волнообразное весь сезон до морозов. Травиата долго держится на кусте, не боится дождя и прекрасно стоит в срезке. Куст компактный, прямостоячий, высотой 100-150 сантиметров и шириной 90-100 сантиметров с толстыми жесткими побегами. Побеги розы с множеством шипов, покрытые большими блестящими листьями, насыщенно-зеленого цвета. Молодые стебли окрашены в темно-красный цвет. Устойчивость к морозам и болезням высокая. Чип эндейл. Эта роза способна украсить любой цветник и неизменно вызывает восхищение. Бутоны округлой яйцевидной формы с заостренной верхушкой, темной, почти лососевой. Затем по мере распускания и под действием солнечных лучей, лепестки выгорают до нежно-персикового или нежно-розового цвета. В любом случае, декоративность цветка не теряется и его окрас считается превосходным в любой стадии распуска. Аромат у розы сильный, розовый, с нотками фруктов и восточных специй. Цветки густомахровые, состоящие из почти 100 лепестков, диаметром 10-12 см. В процессе распускания крупные наружные лепестки как бы создают подобие чаши, наполненной большим количеством лепестков. Благодаря большой плотности сердцевинка цветка не просматривается даже во время полного распуска. Окрас редкий, фантастически красивый. В зависимости от стадии цветения цветовая гамма изменяется. В начальной стадии распуска лепестки окрашены в теплый розовый цвет, переходящий ближе к центру в насыщенно оранжевый. Цветение обильное, повторное. Взрослый куст просто усыпан цветами, начиная с самого подножия к вершине. Перерыв между цветочными волнами почти незаметен. Куст мощный, разветвленный, густой, высотой 100-120 см, шириной около 100 см. Побеги прямостоячие, сильные, очень колючие. Листья кожистые, темно-зеленые, с глянцевой поверхностью. Сорт морозостойкий, невосприимчив к черной пятнистости и мучнистой росе. Александрин. Великолепная, непрерывно цветущая, очень красивая и неприхотливая в уходе. Относится к серии романтика и встречается еще под названием Bella Romantica. Цветок очень красивый, оранжевый, персиковый, с более насыщенным розовым центром, 10-12 см в диаметре. Полный, 26-40 лепестков, волшебной чашеобразной формы. Зацветает как одиночными цветками, так и большими соцветиями. Александрин любит расти на солнце. Цветочки достаточно хорошо выдерживают дождей и обладают отчетливым, нежным, насыщенным цитрусовым ароматом. Цветение обильное в течение всего сезона. Куст нарастает хорошо, аккуратный с высотой 60-80 см и шириной до 80 см. Покрыт темно-зелеными глянцевыми листьями, устойчивая к разнообразным заболеваниям, почти никогда не болеет и хорошо зимует. Blue Vander. Замечательная чайно-гибридная полуплетистая роза. Ее цветок просто волшебный, густомахровый, большой, 8-9 см в диаметре, насыщенно-сиреневого или сиренево-голубого цвета. Собраны в небольшие соцветия по 5-7 штук. Blue Vander любит полутень. Цветок держит 7-10 дней, на солнце будет гореть. Аромат средний, приятный, фруктовый. Цветение обильное, продолжительное, повторное. Куст сильно рослый, компактный. Можно выращивать как невысокую полуплетистую розу высотой до 150 см и шириной 90 см. Побеги гибкие, с малым количеством колючек и с ярко-зелеными листьями. Хорошо переносит как болезни, так и мороза. Capri. Очень хороший сорт, обладающий насыщенным ароматом персика с нотками меда, цитрусовых и абрикоса. Цветки ностальгической чашевидной формы, диаметром 8-10 см. Густомахровые, 40-60 лепестков. Желто-оранжево-абрикосовые, с кремовыми наружными лепестками. Цветение обильное, повторное. Цветки одиночные или собраны в небольшие соцветия. Кусты очень высокие, округлые, пушистые, высотой 70-100 см. Листья среднего размера, глянцевые, темно-зеленые, кожистые. Устойчивость к болезням и морозам высокая. А у меня на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!